Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу торговый план за сегодня, 27 сентября 2017 года, среда. Давайте посмотрим, как мы завершили вчерашний день. Итак, индекс ММВБ вчера вырос на 0,1%, 2071 пункт составил этот показатель на закрытии. Индекс РТС снизился на 0,2%, 1127 пунктов была итоговая отметка. Доллар-рубль на споте, доллар укрепился на 26 копеек, 57 рублей 82 копейки дают сейчас за одну единицу американской валюты, а вот евро снизился на 8 копеек к рублю и составляет сейчас 68 рублей 14 копеек в валютной паре евро-рубль-том. Мы видим, что доллар доминирует, уже сразу можно это говорить, поскольку даже уже по нашим показателям вчерашним это хорошо заметно. Давайте посмотрим, как это выглядит на валютном рынке прямо сейчас в моменте. Мы видим, что у нас уже какой день? Третий день падает после выборов в Германии, после других событий. На третий день падает евро. Ну и, видимо, продолжится это падение. Всех нас повыносит, кто сидит в евро, кто застрял в евро. Вот, потому что сегодняшние новости тоже не в пользу евро, а однозначно в пользу доллара. Давайте посмотрим, как это выглядит на графике. Мы снижаемся, боковик, боремся, боремся и опять резко вниз на каждом блоке новостей. Из самых разных точек планеты. Мы об этом подробнее поговорим в фундаментальном разделе. Но сегодня тема доминации доллара, видимо, третий день будет продолжена. Фунт доллар, то же самое, коллеги, видим, что четвертую уже торговую сессию фунт падает. И явно, что продолжается этот процесс. Доллар иена, растет доллар, третью торговую сессию. На этой неделе доллар уверенно прям себя ведет. Доллар франк, второй день уверенный рост. Доллар канадец, вчера снизился доллар к канадцу, но это на росте нефти. И мы сейчас обсудим. Нефть вчера показала отрицательное значение, минус 0,7 по запасам. То есть отрицательное значение, и нефть на этой волне выросла. Вот, продолжает и сегодня расти, но вот на канадца это уже не повлияло. Доллар растет, правда, немного. Мало ли могут развернуть. По канадцу тема открытая. Австралийский доллар, доллар, третий день падает. Причем так серьезно падает. И мне кажется, доллар сегодня можно покупать по любую из валют. Он сегодня прям по всему фронту доминирует. С утра, во всяком случае, совершенно спокойно. Новозеландский доллар, доллар третий день падает. Та же история, мне кажется, до отметки 0,7145 может допадать. Алекс пишет в коррекцию, по идее, евро должно пойти. Ну, должно, но фундаментальные факторы не показывает этого, Алекс. Мы сейчас обсудим. Золото, друзья, второй день, да, Новозеландец вниз, мы сказали, да, золото, второй день вниз. Но вот по золоту как-то не так уверенно с утра сегодня доллар себя ведет. Это, может быть, основное пока неуверенное укрепление доллара. Вот это снижение золота. Может быть, так сказать, не так все плохо будет по золоту и по серебру. Серебро, тем более, показывает маленький плюс сегодня, хотя вчера было сильное падение. 16.81 в моменте по серебру. Ну, так достаточно глубоко продавили. Там такая, знаете, ух, и сразу прижали его. Доллар сегодня не похож, кто будет сдаваться. Давайте посмотрим на моем другом счете, на фикс, что у нас, как ситуация выглядит по нефти. Нефть пытается сегодня, ну, во-первых, вчера на запасах она хорошо подросла. Я даже в плюсе был. Сегодня пытается подрасти. Ну, вот, надеюсь, что на волне запасов вчерашних какой-то плюс, ну, сейчас плюс 10 центов у меня стоит тейк профит, я все-таки, надеюсь, продавят. Тем более, если сегодня вечером еще показывают запасы отрицательные, ну, совсем будет хорошо. Далее, у нас также по наблюдениям находится наш любимый биткоин. Но мы видим, что биткоин в очередной раз штурмует уже сколько часов подряд, штурмует отметку 3949. Там так раз, два, три, четыре, это часовые подходы такие. Вот сейчас четыре часа подряд он пытается прямо уйти наверх и никак, никак ему не дается эта отметка. Но если он ее пробьет, он пойдет наверх. По биткоину неопределенность, наверное, больше для меня. Ну, пробой отбой, скажем так. Хотя вниз тоже, смотрите, четыре часа ни вверх, ни вниз ждем. Думаю, что наверх вполне-вполне возможно. Тоже, кстати, вот золото, серебро и биткоин могут посмотреть наверх, нефть смотрит наверх, а валюты, конечно, слабенько. Давайте, кстати, посмотрим здесь мексиканский доллар, которого мы торгуем. Да, смотрите, третий день подряд, мощное движение доллара по мексиканскому песо. Я его второй день называю мексиканским долларом. Мощное движение, мощное. Это, конечно, так, видите, да, что, чтобы заработать доллар, мы сидим в просадке 19 долларов. Вот так, друзья, бывает. Ну что, мексиканцы, несмотря на растущую нефть, вчера не смогли пробиться, укрепиться никак. Доллар доминирует, друзья, и серьезно. Давайте посмотрим на индекс доллара, как он себя ведет. Ну вот оно и проявляется, естественно. И оно и проявляется. Подходит доллар, кстати, к сильному сопротивлению своему на уровне. 93.31. Ну посмотрим, пробьет, не пробьет. Ну вот эти три дня, конечно, после Меркель, это прям какой-то обвал и катастрофа. Ну кто мог подумать, что Меркель так провалится. И причем она продолжает проваливаться. Комментарии, которые по итогам выборов, это не комментарии победителя. Ну что, друзья, давайте посмотрим, какие у нас глобальные новости, что может повлиять на валютную пару евро-долларов, прежде всего. Поскольку для многих это сейчас интерес такой. Значит, мы видим, что главная новость дня заключается в том, что Трамп предупредил о готовности к разрушительному удару по КНДР. Это серьезное такое заявление. Это не секрет, но так, знаете, публично об этом заявить, это серьезно. Вот. Если мы выберем этот вариант, он будет разрушительным. Говорю вам, разрушительным для Северной Кореи. Это называется военным вариантом. Если придется, мы сделаем это. Все уже, все точки расставлены, без комментариев. И там сейчас, знаете, идут облеты бомбардировщиков Северной Кореи и так далее. Если они, не дай бог, как обещают, но они говорят, что мы, мол, нам риторика американцев, уже это означает объявление войны, и мы будем сбивать любые самолеты, которые американские сможем достать над Кореей, вне Кореи, неважно. То есть война, значит война. И вот если они от слов перейдут к делу, америкосы, конечно, их просто сотрут, а это резкое укрепление доллара. Ну тоже, пока этого нет, пока обещания. И на этой риторике, да, самый жесткий, которая была, но вот на этой риторике укрепляется доллар, и он может сто пипсов пройти по всем валютам сегодня, только на этих словах, которые рейтер распиарил, просто в легкую. Далее, в Ираке тоже в пользу доллара все складывается. Как вы знаете, Иракский Курдистан объявил о победе. Более 90% голосов, более 90% избирателей на территории кульской автономии Ирака проголосовали. Большинство проголосовало за отделение. Пока вот, ну, 91% за. Ну неважно, уже там копейки осталось досчитать, еще не утвердили все протоколы. Ну понятно, что это будет, процентов 90-то точно будет местного населения за. Ну, посмотрим, как поведет себя ООН, как поведет себя Ирак, США. Все против абсолютно. Россия, я как-то не прочитал никакого комментария, как поведет себя Россия. Нам, в части, рубля интересная, конечно, да. Вот. Ну, а по доллару, евро однозначно. Понимаете, Иракский Курдистан, он рядом с Турцией. Турция, это уже Европа. И любая проблема там, не дай бог сейчас какое-то военное решение подавить Курдов, если будет принято. Все, доллар в небеса. То есть по двум причинам. По двум причинам. И Северная Корея, и Курдистан, доллар укрепляется просто в лед. Вот. Сейчас-то самое время покупать доллар. Сейчас, если бы я не застрял в позиции, я прямо сейчас бы покупал доллар по евро однозначно. Однозначно. Коррекция будет, не будет, никто не знает, естественно. А вот сама ситуация, прямо вот такое впечатление, что американцы ее организовали. Ну, может быть, я недалек от истины. Скажем так. Ну, тоже пока тишина, пока вот никакой реакции на это нет. Вот подвели итоги, там, так сказать, проголосовали 91%. Кто на них пока за это не напал. Так что смотрим внимательно, что будет дальше. И третий фактор, ну, понятно, евро, сама Европа выбора в еврозоне. Вот идет анализ, за счет чего тема для Германии завоевала голоса. Ну, и выясняется, что недовольных Ангела Меркель, так сказать, очень много. Она потеряла то, что там набрали другие партии, они, так сказать, поднялись своих сторонников активно. А партия Ангела Меркель потеряла более миллиона голосов. Вот эти вот снижения с 41% до 33% – это более миллиона голосов. Поэтому Ангеле Меркель-то надо уходить в отставочку. Оно сейчас еще не выяснится, но когда те, так сказать, та сторона начнет активнее действие, вдруг выяснится, что она вообще-то непонятно, как была и избрана-то. Плохие дела. Четвертый срок – либералы, ни один рядом с ней не встанет, а консерваторы пойдут за альтернативой. Это более консервативная партия, чем ХДС. Вот в чем суть вопроса. Она сейчас потеряет и то, что выиграла. За счет четвертого срока все против нее, вы понимаете? То есть вот эти три фактора – Северная Корея, Курдистан и итоги выборов в Европе – однозначно бренд укрепления доллара. Однозначно. Вопрос только в том, когда он будет осознан, сформирован, когда начнутся активные действия во всех трех точках. Пока еще как-то все произошло это, прозвучали, слова сказаны, и все, и все как-то задумались, а что дальше. Мы, кстати, обновили только что лоя по евро-доллару. Если будет малейшая коррекция по евро-доллару, если она сегодня не вынесет, то, конечно, надо будет крыться. Это совершенно однозначно. Но я думаю, шансы нам такого вряд ли дадут, раз лоя уже сегодня обновили. Но новости, конечно, однозначно, однозначно в пользу доллара. Далее, коллеги. Другие новости, которые могут влиять на рынок. Евросоюз говорит, что отмена антироссийских санкций не связана с введением миротворца в Донбасс. Мы с вами думали, а не будет ли какой-то размен, знаете, там в Донбассе смягчение, санкции покрынут смягчение, как-то вы нам, мы вам, вот что-то такое, да? Но нет, четко фиксирует ситуацию. Посол Евросоюза в Российской Федерации, Вигаудас Ушацкас, четко говорит, это не связанное явление. Вот так вот. Но наши, конечно, теперь с меньшим желанием начнут обсуждать эту тему. Миротворцы в Донбассе. Состоялся, друзья, визит Рамзана Кадырова, руководителя Чички, в Беларусь. И я вот, честно говоря, удивлен. Все говорят визит. Я почему повторил слово визит? Вообще все каналы называют это первый визит Рамзана Кадырова в Беларусь. Вообще-то визит, это первые лица. А те, кто не первые лица, поездка, встреча, нейтральный термин. Потому что официальный, тем более государственный, если это визит, то только первое лицо. Но даже неофициальный визит только у первого лица. Почему поездку Рамзана Кадырова называют визит, это очень и очень интересно. А к Ремлю есть о чем подумать сейчас. Мне кажется, управление внутренней политики администрации президента РЭП не дорабатывает. Ой, там менять надо всех. Ой, Владимир Владимирович, менять надо все управление внутренней политики. Они вам сейчас принесут... То ли они слов не понимают, то ли они вообще не понимают, что происходит. Это я, правоуправление внутренней политики, администрация президента. Я думаю, что президенту надо взглянуть на все на это, потому что слова... Они определяют отношения. Далее, коллеги. Регулятор прекратит обязательства банка открытия. Вот интересно. Субординированные обязательства прекращены. То есть, кто там был в субордах, в капитале. Все. Чтобы минимизировать сумму водокапитализации. А там-то собственники этих долгов, этих кредитов субординированных, а им все отказали, ничего не имеете. Оба на... Держатели долгов открытия с таким подходом не согласны и объединяются, чтобы подать иск в лондонский арбитраж. Конечно, ничего себе. Все обязательства, типа, мы покрывать не будем, вы им заняли открытие, а сейчас другие люди, а мы вас не знаем. И все, знаете. Это вот такое вот... Немножко по-пацански звучит, знаете. А как же правоприемничество? То есть, вообще непонятно, понимаете. То есть, ну, удивительно, удивительно. Просто обрубают все негосударственные долги. И что вы там в лондонском арбитраже докажете? Идите, там доказывайте. Наши могут и не признать это все. Поэтому ни о чем. То есть, ну, все. Все. Кто с открытием был связан, все попали на очень много. Далее, коллеги. Фич проанализировал, сколько государства тратить на государственные банки, чтобы просто их спасти. Они все убыточные, они все в провале абсолютно. Все госбанки, и Сбербанк, и ВТБ в полном провале. Это всегда причем были. Вот, последние 300 лет. Ну, и вот выяснили, что с 2013 года государство потратило на поддержку госбанков почти 2 триллиона рублей. Подсчитал Фич. Ну, я хочу сказать, что, конечно, это просто, ну, просто вот получение зарплаты нужными людьми. То есть, это не банки. Это филиалы, так сказать, это чиновники, которым вот выделили деньги, бюджет, они их освоили, и все. Ну, куда? 2 триллиона рублей на госбанке. Да можно было с нуля создать банки, которые бы процветали. А тут просто профукивают деньги, сидят, получают себе все зарплату, и все там, зарплаты какие-то немеренные в госбанках, конечно. Ну, у первых лиц, у членов правления. Все, это переоспределение бюджета к банковскому бизнесу и к рыночной экономике при таких расходах государство на госбанке, банки ничего не делают, они просто осваивают бюджеты. Это филиалы правительства. Это не банки. Банки, это коммерческая организация. Они называются коммерческой организацией, но действуют как филиалы правительства, потому что полностью на поддержке государства. У нас нет рыночной экономики, поэтому нет банковской системы. Это очевидно. те банки, которые есть, частные, но их сейчас добьют достаточно быстро, это понятно. Коллеги, две фотографии хочу вам показать. Вам понравится, я думаю. Смотрите. Первая фотография. Это в Питере. Это просто картинка из нашей жизни, друзья. Первая фотография в Питере. Мост написано. Очень низкий мост. Опасно низкий мост. Газель не пройдет. И три газели разбитых. И новая страна ТВ в Петербурге три газели врезались в мост с надписью «Газель не пройдет». А вторая фотография мне тоже очень понравилась. На этих фотографиях вы не поверите, разные люди. Один из них новый самарский губернатор, а второй из них новый нижегородский губернатор. И, значит, бизнес-фм предлагает найти 10 отличий. Ну, как бы, что тут искать отличия. У этого, значит, у одного из них очки металлической душкой, а у второго такая черная. Понял? Сейчас, коллеги, секундочку. А кто-то начал демонстрацию. Давайте пока я покажу, коллеги. Значит, у одного с металлической душкой, а у второго губернатора с пластик или что-то такое, дужкой. Потом у одного губернатора галстук больше синий, а у второго больше коричневый. У одного губернатора есть значок, а у второго нет. Вот я минимум три отличия нашел, а больше никаких копий. Слушайте, два абсолютно похожих человека. Ну, надо же, просто удивительно даже, да. Реально, надо же, их в очень день по сути назначили и одинаково выглядят так. Как они там сами их различают? Ну, как-то, наверное. Ну, ладно, это пусть они там как-нибудь различают, главное, чтобы жены не перепутали, а все остальное разберутся. Все, друзья, двигаемся дальше. Значит, новости глобальные у нас сегодня. Запасы сырой нефти, больше ничего я особо не вижу. Объемы товара длительного пользования в США в 15.30, кто смотрит, почему нет. А так, в 17.30 у нас запасы сырой нефти, и в 18.45, и почему-то в 19.55, видимо, он как-то с перерывами, что ли, выступает, или в разных местах успевает проскочить. Выступление главы банка Канады Полоза, обратите внимание, что два раза он выступает. Сегодня начиная с 18.45, и в 23.00 решение по процентной ставке Новой Зеландии и заявление резервного банка Новой Зеландии. Сейчас там у новозеландцев ставка процентная Центробанка 1,75% ждут ее сохранения. Давайте бросим монету, спросим монету, что она думает на этот счет. две у нее стороны Buy Sell. Смотрим. Sell сегодня видит монета. Вот вчера, кстати, я и монета сказали Buy. Все очень удачно получилось. Что это она сегодня видит Sell. Подводим итоги, друзья. Ну что, явно идет коррекция на рынке. Доллар доминирует. Девять месяцев рост евро. Сейчас доллар доминирует. Здесь и технические факторы. Конечно, какая-то коррекция должна была быть. И фундаментальные, прежде всего, выборы в Германии, события, связанные с Северной Кореей, с Аракасским, Кургистана. Вот эти три новости очень могут сегодня толкнуть доллар укрепления. С утра во всяком случае точно. Что касается нефти, я верю, что она пойдет наверх. И сезонный фактор за нас, и данные по запасам тоже могут быть сегодня. И от института API было минус 0,1 миллиона баррелей. И от Американского Министерства энергетики сегодня вечером тоже могут быть отрицательные запасы. и нефтюшку наверно наверх могут подтолкнуть. Ну а тем, кто стоит против доллара, сейчас никаких шансов. Мне кажется, лучше крыться самим, чтобы на оставшиеся деньги разворачиваться и все-таки что-то зарабатывать. Поэтому да, сегодня день доминации доллара. Не везде, скажем, по биткоину, нефти и металлам там есть определенное сопротивление даже попытка вырасти, а вот валюты как-то прямо сдались все на милость победителя. Видимо, ситуацию расценивают международную частности, действительно тревожную. Спасибо, друзья. Всем удачи на рынке сегодня.